Продают ли на авторынках шины казахстанского производства? На этот вопрос не смог ответить министр Шарлапаев. На брифинге после заседания к обмена между журналистами и чиновниками возник спор. Пресса заявила, что на рынке нет такой местной продукции, но чиновник настаивает на обратном. В основном в спецточках по продаже шин ассортимент составляет иностранная продукция. Среди них поставщики из Китая, Японии и Европы. Как выяснилось, в 2021 году в Казахстане было объявлено о строительстве первого местного завода по производству автошин. Общий объем инвестиций проекта составил порядка 125 миллиардов тенге. Годом ранее в официальных СМИ Казахстана стали трубить о первой продукции, выпущенной на предприятии. В официальном заявлении говорилось о производственной мощности до 3,5 миллионов в год. Но, как заверяют столичные продавцы, к ним еще ни один поставщик не заявлялся. Активист Бокая тоже сказал, что ни шин, ни автокресел местного производства на рынке нет. Но министр Шарлопаев уверен в обратном. Это сидение, которое производится и устанавливается на новую машину. Про шины? Шина, да, автокресел, да. Про шины? Я не знаю, где у нас пресс-служба. Отправьте, пожалуйста, коллеги, конкретно ссылки на точки, где продаются эти шины. Я не знаю, что вам мешает. Вы можете просто съездить в Караганду. Давайте сделаем пресс-тур вам. Вы были там сами? Женя? Так, и что? Когда это было? Айнур, мы же с вами этот вопрос обсуждали. Да? Ну, пожалуйста, я говорю, съездите, посмотрите. Нет, это было месяц, это было два месяца назад. Мы с вами разговаривали в Сенате по этому вопросу. Ранее активист Букаев заявлял, что почти все автомобили, которые якобы местного производства, вышли своим ходом с конвейеров. Затем с них сняли колеса и двигатели и завезли в Казахстан в виде машинокомплектов. Благодаря этому фокусу, те, кто возит машинокомплекты, не платят таможенную пошлину. Видимо, поэтому министра еще раз спросили, где же все-таки продаются шины местного производства. Вопрос такой, если эта техника устанавливается на уже готовые автомобили, да, на базах оно продается, на рынках, наверное, тоже есть, да. Я не покупаю сам шины, можете поехать посмотреть. Давайте мы вам предоставим эту информацию, где есть точки продаж. Как утверждает активист Букаев, в развитие казахстанского автопрома были вложены значительные деньги, но машины местной сборки дешевле не стали. Букаев считает, что выгоду от учить сбора получают главным образом владельцы казахстанских автозаводов. Для граждан же лучше ситуация не стала. Иностранные авто теперь стоят дорого, а цены на местные не снизились. Пооруженший Ахмед Ахмедяр Ильязов, столичное бюро ТДК-42.